ДТ! Полиция! Открывай! Легавы! Вы сейчас поможете! Вот так ДТ! Что я говорил? Не постарел ничего? Привет, друзья! Меня зовут Олег, и вы на канале Киногост. «Откройте полиции» 1984 года в альтернативном переводе «Мой новый напарник» или «Продажные» Лерри Пу, французская комедия режиссера Клода Зиди, рассказывающая о буднях коррумпированных парижских полицейских. Фильм «Откройте полиции» – циничная комедия про продажного полицейского Рене в исполнении Филиппа Нуаре, постоянно пытающегося урвать кусок от незаконных доходов в своем районе. «Ты же меня за десанток продал! Убью! Убью! Сводник, глупый, старый сводник! Подлая тварь! Подонок!» Полицейская комедия «Откройте полиции» в 1985 году была удостоена трех премий Сезар Французской киноакадемии за лучший фильм, лучшую режиссуру и монтаж. Фильм «Откройте полиции» в 1984 году пользовался огромным успехом во Франции и во всем мире, только в СССР его посмотрели более 26 миллионов зрителей. Вдохновленный успехом своей ленты, режиссер Клод Зиди снял ее продолжение «Откройте полиции 2» – «Репу Кондор Репу» в 1990 году, а затем «Откройте полиции 3» – «Ле Репу Труа» в 2003 году. Однако, по мнению критиков, эти картины не смогли превзойти оригинал. И ты был самым лучшим. Знаешь, почему ты потратил на полсекунды больше, чтобы откинуть борт пиджака? А вот смотри, с этой стороны у меня такая штука. И чтобы тебе не схлопотать сюда кусок свинца, носи его здесь. Фильм «Откройте полиции» – актеры и роли. Филипп Нуаре, Рене Буарон, продажный полицейский. Терри Лермит, Франсуа Лебюш, новый напарник Рене. Режин Зильбельберг. Симона, сожительница Рене, бывшая содержанка. Граждое капитане. Натали, содержанка, подруга Франсуа. Жюльен Гиомар, комиссар Блорреа, начальник Рене. Что там происходит? Что вы себе позволяете, Франсуа? Зачем вы избили этого несчастного? Что за методы? Я не бил его, вам обойдется очень дорого, запомните. А, бывает, потерял над собой контроль. Чти, главное, чтобы не оставалось никаких следов. Пойми ты, я не трогал его он сам. Знаешь, если лупить кулаком или ногами, остаются следы, это плохо. Есть один очень эффективный способ, сейчас ты увидишь. Не пойман, не вор. Название комедии Ле Репу на сленге, производной от гнеляков, так и не нашло адекватного перевода на русский язык. Поэтому фильм вышел на российский экран с бельдиким титром «Откройте полиция». В советском прокате концовка фильма «Откройте полиция» была урезана. Картина заканчивалась на том, что Рене с Гоблиной постаревшей выходит из тюремных ворот. Тем самым зритель давалось понять, что он был жестоко наказан за свои мошенничества. Изменение нескольких минут меняло смысл фильма «Откройте полиция» на противоположный. Репу – верландское, французский молодежный сленг, слово на основе субстантивированного причастия «Пури», дословно протухшей, в переносном смысле коррумпированной. В фильме «Откройте полиция» Рене обучает Франсуа в том числе и сленгу «Верлану». В 1986 году на экраны СССР выходит комедия «Откройте полиция» и сразу становится хитом кинопроката. Госкино всегда с охотой покупали фильмы Клода Зиди, но фильм продажный вряд ли был бы куплен, если бы не «Перестройка». Фильм «Откройте полиция» Сюжет Действие фильма «Откройте полиция» происходит в начале 1980-х годов в Париже. Главный герой картины – опытный немолодой полицейский Рене Буарон, Филипп Нуаре, работающий в одном из наиболее криминальных районов Парижа. Рене не берет взяток в классическом понимании этого слова, однако может бесплатно пообедать в ресторане или получить сдачу уличного продавца с 1000 франков, заплатив при этом 100, за что он закрывает глаза на небольшие провинности коммерсантов. Однажды комиссар Блорея Жульен Гюэмар, начальник Рене, представляет ему напарника молодого провинциала Франсуа Лебюша, Тиле Лермит, и опытный полицейский сразу же начинает обучать его своим хитростям. Поначалу Рене это не удается, Франсуа ни за что не хочет начинать свою карьеру с несчестных поступков. Но через некоторое время, благодаря знакомству с Натали, гражды капитане, не без помощи Рене, его взгляды меняются. Теперь ты копии Бермондо. Осторожно, если эта штука выпалит, не останется ничего, кроме миндалин. Это не слишком? Как-то уж... Блеск, девки дохнуть будут, как мухи. На лету падать. Рене Франсуа выслеживает группу наркоторговцев, и для их поимки французским полицейским приходят на помощь американские копы. Они ведут себя самодовольно и презрительно по отношению к Рене и Франсуа, и те решают не делиться с ними важной информацией о предстоящей сделке. Франсуа предлагает Рене грандиозный план – во время сделки устроить засаду на наркоторговцев и присвоить себе их деньги. Скрипя сердце, Рене соглашается на эту авантюру после долгих уговоров Франсуа. Напарникам удается захватить деньги, но бандиты бросаются в погоню, и Рене приходится привлечь внимание полиции. Чтобы не попасть за решетку вдвоем, Франсуа предлагает Рене отсидеть пару лет в тюрьме, а сам с деньгами скрывается, обещая Рене отдать его долю, когда тот выйдет на свободу. Рене приводит преступников к себе домой, где взрывает их. Полиция уверена, что деньги сгорели вместе с наркоторговцами, и Рене садится в тюрьму на два года. Выйдя на свободу, он встречает Франсуа, который дарит ему породистого коня, и сообщает, что купил на его имени большой кафе любителей скачек. Это то, о чем всегда мечтал пожилой полицейский. Видите, ничего страшного. Успокойтесь, мадам, ничего не случилось. Он даже не проснулся. Отойдите от меня. Видите, он даже не проснулся. Переходим улицу в неположенном месте, потом устраиваем скандал на улице. Так, документы есть? А этот младенец ваш, у вас есть на него документы? Нет. Хорошо, я вас отпускаю, но в другой раз отведу куда следует. Расходитесь, ничего интересного. Откройте полицию 1984 года по сей день является одной из лучших полицейских комедий за всю историю мирового кинематографа. И, скорее всего, самый смешной и остроумный, если ее оценивать по количеству тонкого и изящного юмора на каждую минуту хронометража. Блестящий французский комедиограф Клод Зиди создал настоящий шедевр в своей жанровой нише, который со временем не потерял ни капли подисущей ему сочности. Картина по-прежнему обладает необыкновенной способностью позитивно влиять на зрительское настроение. Актерский дуэт комедии «Откройте полиции» 1984 года в лице Филиппа Нуаре и Терри Лермита заслуживает оглушительных оваций, безупречно играя на ярких контрастах в создаваемых образах. Филипп Нуаре демонстрирует свой обычный класс, Терри Лермит умело подыгрывает ему, а режиссер Клод Зиди придает всей картине характер веселой аморальности. Фильм «Откройте полиции» Клода Зиди был не только хорошим развлечением, но и грустным размышлением о неизбежности коррупции, о размывании нравственности, о всесильной власти денег, способных даже идеальных стражей закона со временем превратить в логких мошенников. Нас любезно просят изменить систему арестов преступного элемента. Таким образом ты рисковал получить удар, нажав брюхо за сумку, на которую всем абсолютно наплевать. И к тому же еще увеличивал в нашем районе рост преступности. Невероятно. А, понял. Этому в школе не обучают. Главному учат жизнь. Замечательная игра дуэта талантливых актеров Филиппа Нуаре и Этиерия Лермита, герои которых органично вписывались в мир парижского дна. Уверенный режиссура, элегантное изобразительное решение, подкрепленное мелодичной музыкой Фрэнсиса Лея, привели Лерри Пу 1984 года к заслуженному успеху. Главная ценность «Откройте полиции» – его юмор, который до сих пор не потерял своей актуальности и юношеского задора. В фильме довольно реалистично показана работа полиции, в частности, попытки искусственно занизить уровень преступности и способы выбивания показаний у подозреваемых. Мастерство Клода Зиди заключается в том, что, прямо недусмысленно заявляя о тотальной коррупции в полиции, он умудряется представить продажных блюстителей полядка Филиппа Нуаре и Этиерия Лермита обаятельными персонажами, к которым относятся с большой симпатией. Старое доброе французское кино «Откройте полиции» с 1984 года можно пересматривать бесчетное количество раз, и при этом оно вовсе не надоедает. И пусть в вашей жизни только лишь замечательный французский фильм Клода Зиди ассоциируется с «Откройте полиция». «Понял. Значит, выходит так. Если один тип сказал что-то о другом, мы его отпускаем. Информация есть дальше, ловим второго жулика покрупнее и сразу же отпускаем его за сведения о третьем, еще более крупном, и так далее, и так далее. И так мы обладаем очень богатой информацией, хотя никто, тем не менее, не арестован. Все равно тюрьмы переполнены».